Именно этот раздел связан с словом «откровение». Давайте, к примеру, обратимся к Евангелии от Луки, 2 главе. 2 глава, с 25 стиха. Прекрасный пример того, где Писание отображает смысловое значение слова «Рэма». 25 стих. 2 глава, с 25 стих. И вот был в Иерусалиме человек по имени Симеон. «И человек этот был праведный и богобоязненный, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нём. И было дано ему откровение через Духа Святого, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришёл он в Духе в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить ему предусмотрен законный обряд, он взял его на свои руки и, благословив Бога, сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо увидели, очи мои, спасение твоё, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». И удивлялись Иосиф и мать его тому, что было сказано о нём. И благословив их Симеон, и сказал Марии, его матери, «Вот он предназначен к падению и вознесению многих в Израиле и в знамение оспариваемое. И тебе же самой меч пронзит душу, чтобы открылись помышления многих сердец». Как мы знаем из многих преданий, Симеон, будучи мужем праведным, получил откровение, что он не умрёт, пока не увидит Христа Господня. Он получил это откровение, когда читал книгу пророка Исаии. Он получил это откровение свыше, как слово Рэма, что он не умрёт, пока не увидит Христа Господня. И поэтому ему никто не пророчествовал, никто не говорил, что он не умрёт, пока не увидит. Потому что само Писание говорит. И было открыто Ему. И было дано Ему откровение через Духа Святого. Значит, откровение кто даёт? Господь. Каким образом? Где? Через Духа Святого. И это откровение через Духа Святого, это пришло Ему откровение как Рэма. Откровение свыше. И поэтому, когда Он пришёл по водительству Духа Святого в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, Он взял им на руки свои и говорит, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по Рэма твоему, по откровению твоему». Он дал Ему откровение, здесь написано, «по Рэма твоему с миром». Рэма, то есть греческое слово. У нас в русском языке написано «по слову твоему». Это слово есть как раз Рэма. И оно обозначено специально значком латинской «р», чтобы человек читающий понимал, что он получил это слово Рэма, потому что именно по этому откровению он уже отпускает, отпускаешь меня с миром, как говорил Симеон. Потому что увидели его, он говорит, «Ибо увидели очи Мои спасение Твое». Совершилось то, что было предназначено. В первой главе Евангелия от Иоанна, Евангелия от Луки, есть такие слова о том, что ничто не исполнится, все, что предназначено Богом, оно исполнится. И там есть тоже слово Рэма, которое говорится… Я сейчас конкретно найду словарик, чтобы сослаться на этот стих, чтобы вы знали. Здесь перечень еще слова Рэма. Слово Рэма. Луки 1, 37, 1, 38. Луки 1, 37, 1, 38. Евангелие Луки 1, 37, 38. Вот оно. Здесь в двух стихах есть два слова Рэма. 36 стих здесь нету, но я прочитаю. «Вот Елизавета, родственница твоя, которая называлась бесплодной, и она зачала сына в старости своей, и это уже шестой месяц ей, 37 стих. Потому что у Бога не останется бессильным никакое слово Слова. Не останется бессильным никакое Рэма». Что не останется бессильным? Никакое Логос? Никакое Графа? Нет. У Бога не останется бессильным никакое Рэма. То откровение, которое дал Бог, это обозначает, что Он Его всегда исполнит. Тогда Мария сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по Рэма Твоему, по откровению Твоему, по Слову Твоему». Это слово тоже обозначено значком «Р», как Рэма. И отошел Он от нее, ангел. Речь идет о том, что откровение, которое мы имеем от Господа, и оно, которое пришло к нам, как Рэма, мы, зная из первого главы Евангелия от Луки, в 37-м стихе написано, что у Бога не останется бессильным никакое Рэма, никакое слово. Правильно? То есть все обетования, которые Бог дал, через откровение, Он исполнит. Ну, конечно, если и мы будем послушны, то Он исполнит его. Даже когда еще не было Нового Завета, когда еще не было Ветхого Завета, люди получали Рэма от Господа. Возьмите, к примеру, Ноя. Ну, и жил тот период времени, когда еще не было всемирного потока. Но, как мы читаем из Ветхого Завета, тогда уже беззаконие было такое на земле царило, что Бог пожалел о том, что создал человек. И сказал Ною Бог, чтобы он построил ковчег. Был парниковый период. И тогда, когда строил Ной, строил ковчег, естественно, дождя еще не было. Дождь не шел. Все удивлялись и, конечно, говорили, «Ной, что ты строишь? Что ты сооружаешь? Корабль строю. Пойдет дождь, откроются все источники. Вот тогда он мне пригодится». Смеялись над ним, естественно. И смеялись не один год, потому что Ной осуществлял это откровение Божье, будучи верным откровению этому Божьему, на протяжении более ста лет. Мы не будем говорить, сколько, 120 лет или... Здесь не важна точность, именно сколько конкретно, 121 или 119 лет он строил, но я говорю о том, что даже на протяжении более чем сотни лет «Муж Божий, праведник, Ной, строил этот ковчег с верою, осуществляя чей план? План Божий по отношению к всему человечеству. Именно в восьми душах в этом ковчеге спаслось, спасся Ной, его жена и дети». Полнота, да. Восемь душ, новое начало. Получил Ной откровение, каким образом? Ангел к нему пришел, как говорил, и сказал, что вот, ну, теперь чертежи, строй, пожалуйста, ковчег. Нет. Строй получил это откровение о строительстве ковчега, вероятно, точно так же, как и Менделеев. Получил откровение в отношении таблицы Менделеева. Правильно? Мы знаем, как он получил откровение. Нас учили об этом в школе. Он много чертил, рисовал, старался, думал, искал. Но однажды ему получил он Рема. И теперь мы имеем прекрасную таблицу Менделеева. Ной точно так же получил откровение о строительстве ковчега. И что Ной? Был верен этому откровению. На протяжении длительного периода времени. Если бы Ной не построил ковчег, что бы было? Трудно сказать, что бы было. Все бы погибли. Потом, может быть, Бог создал бы и другого человека. Но слава Богу, что Ной был послушен. Или другой пример возьмем. Да. Можно читать Библию день и ночь. Но все наши устремления обрести веру будут бесплодными до тех пор, пока Бог не светит наш дух откровением. О чем? Что Он Творец есть. Что Иисус есть Сын Божий. Вас никто и кто-то не убедил, что Иисус есть Мессия. Вы это знаете. И вам не надо ничего доказывать. Вы это знаете, как Рэма, как откровение. Что Иисус есть Сын Божий. Аминь. Вера должна быть основана на откровении. Поэтому и говорит римлянам. 10 глава, 17 стих. И учите всегда всех других, что вера наша должна быть основана на откровении, как говорит об этом Писании. На же отворенном откровении данным Духом Святым, оживленном, оживотворенном откровении. Недостаточно только лишь слушать Слово Рэма от Бога. Нам нужно еще самое главное, очень важно, применять это откровение, исполнять это откровение на практике. Иаков, брат Иисуса, положил эту истину в основу Своего послания. Во 2 главе, 2 глава, 17 стих, Он говорит, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Ага. Во 2 главе Он говорит не о спасительной вере нам, а говорит, «Дела, которые следуют за верой уже». Мы не просто уверовали в Господа и занимаемся своими теперь делами. Нет. Мы, как Его ученики, Его последователи, исполняем волю Бога Отца. И чтобы мы были очень благословены, нужно стремиться исполнять волю благою, угоду и совершенную волю, чтобы мы исполняли Его совершенную волю. К этому надо стремиться, чтобы быть нам в совершенной воле Бога Отца. Смотрите, в отношении применения Рема на практике. В 8 главе, «Деяния апостолов», тот эпизод, когда Филипп принял слово Рема от Бога, Бог сказал Филиппу, «Пойди, и встреть колесницу, следующую по дороге в Газу». Когда Филипп сделал это, он увидел, что в колеснице сидел Эфиопский Евнух, читавший пророческое послание о Мессии. Филипп рассказал ему о Христе, и тот был спасен. Они сошли в воду, и Филипп крестил Евнуха. После этого Филиппа восхитил Ангел Господень, и он оказался в 30 километрах от того места. У Филиппа был опыт веры. Она пришла к нему через слышание слова Рема, и проявилась эта вера в действии. Он получил откровение, и в действие пошел, встретил колесницу и сделал все, что Бог хотел, чтобы он сделал, потому что он готовил пробуждение в Ефиопии. Но что было бы, если бы Филипп, после того, как Бог направил ее встретить, колесницу, сказал бы, «Прекрасно, Господь, я так рад, что ты открываешь мне через слово Рема твое, что там будет колесница, мне надо будет к ней пристать. Но я так действительно не совсем уверен, что это пришло от тебя, это слово Рема. Я буду искать подтверждение, буду молиться, буду молиться, буду пребывать в посте и молитве. Колесница проехала бы в это время, проехала, конечно бы. Пока бы он пребывал в посте и молитве, она бы давно уже уехала бы. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не только молились, мы постоянно пребывали с Ним в общении, постоянно слышали Его и постоянно были послушны Ему, исполняя Его совершенную волю. Да, Павел молился, будучи слеп, после встречи с Иисусом на дороге в Дамаск. Но Анания, если бы не пришел, то пришел бы вместо него кто-то другой возложить руку. Но Анания, получивший откровение от Господа, говорит, что мол, так он же служитель, который гнал многих христиан. Как же? А он говорит, это мой. Я ему еще покажу, сколько ему предстоит пострадать. И пошел, будучи послушным. И когда вошел в комнату, сказал, Павел, брат, он его братом назвал, прозри. И рассказал все дальше, что ему следует делать. Анания получил Рэма от Господа и был, будучи послушным, исполнил это Рэма. Бог осуществляет свои планы через послушание тех, кто слышит Его, через то, что Он хочет, чтобы мы делали, чтобы мы были Вадимы Духом Святым. Все суть сыны и жены Божьей, те, которые Вадимы Духом Святым. Поэтому, когда мы пребываем в мире в шаломе, когда мы слышим голос Его, мы послушны исполнению воли Его. Вот тогда-то Он использует нас, как этих своих замечательных сыновей, дочерей, которые осуществляют Его совершенную волю. Недостаточно просто, понимаете, быть верующим. Нужно тренировать свое общение до такой степени, что мы слышим прекрасно, куда пойти, за кого помолиться, кто болен, кто нуждается в том, что говорит, что, мол, если ко мне кто-нибудь сегодня пришел, сказал, что Господь любит тебя, я бы поверил, что Бог есть во Вселенной. И бывают такие случаи, что Бог посылает служителей, приходят, стучатся. Он уже на пороге отхождения в мир иной. Ему очень хотелось бы верить, что Бог есть, что Он кого-то пришлет. И Бог присылает. Они получают откровение, будучи Вадимом, Духом Святым, приходят и говорят, и свидетельствуют о любви Божьей. Я много таких случаев знаю. В послании к римлянам в первой главе в 16-17 главе написано, «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно и сила Божья ко спасению всякому верующему, прежде всего идея, потом и эллину. Ибо праведность Божия в нём открывается от веры к вере». От веры к вере. Как и написано, праведный будет жить верой. Ударение там падает не на то, что будет, а на то, что он живёт верой. Поэтому слово, на которое падает нагрузка смысловая, оно всегда стоит либо первым, либо последним. Это такое построение в грамматике русского и украинского языка. Праведный будет жить верой. Ну, можете не справляться в своём псинодальном переводе. Это греческое «дуномис». Это как «динамо-машина» означает «силу, способность чего-то». Если мы будем пребывать в вере и следовать Слово Рема Божьего, то не только сила Божья, но и его праведность проявится в нас. Библия говорит другими словами, что вся жизнь тех людей, которые Бог считает праведниками, будет характеризоваться этим знамением, слышанием Слова Рема от Бога и исполнением его. Через Рема Бог будет действовать в своих святых. Четыре раза Библия говорит нам, праведный будет жить верой. Это в Акумах, в Галатах, в Евреях и в Римлянах. И то, что вера от слышания от Слова Рема Божьего, или Иисус сказал, не единым хлебом будет жить человек, но всяким Рема, то есть Словом Рема, Словом Откровения исходящим из уст Божьих. Видите, чем мы живем? Это 4.4 Евангелие от Матфея и Луки 4.4. Там используется не всяким, не хлебом единым, но всяким Откровением Божьим, всяким Словом Рема. Рема — это Откровение. Мы живем, мы будем жить. Послание Иакова, 2 глава, 21 стих. Авраам, Отец наш, не делами ли оправдался, возложил Исаака, сына своего, на жертвенник? Мы сейчас не будем говорить о теологии вот этого местописания, потому что для многих очень трудно воспринять так, как это Бог мог сказать, принести в жертву человека или прочее, прочее. Это другой момент. Дело все в том, что у Авраама была такая вера, что он знал, что Бог воскресит его даже из мертвых, потому что он дал ему обетование, что именно через Исаака я произведу народ многочисленный, как звезды на небесах, как морской песок. И он нисколько не сомневался. Поэтому послание к евреям написано, говорится. Прочитаю я, пожалуй, из нового перевода, поскольку там в синодальном переводе неправильное время указано. Это 11 глава, 17 стих. Послание к евреям. Послание к евреям. 11, 17. От откровения, да. Не знаю, о чем он говорит. Потому что он брат, который любит исследовать Писание. Я прочитаю именно, как оригинал говорит. Верой Авраам, будучи испытуем, принес в жертву Исаака и, получив в обетование, приносил единородного, о котором было сказано, в Исааке налечется семя твое. Видите, он написан, что приносил. Не сказано, что он принес. Принес — это глагол совершенного действия. То есть он что-то сделал. Нет, он не принес его в жертву. Писание так оригинал не говорит. Он приносил его, но последний момент он взял его за руку и говорит, не делай этого. Он остановил его. Он приносил его в жертву. То, о чем говорит оригинал. Мы не можем. Ведь Писание говорит, он принес его в жертву. Их кто-то будет читать и будет спорить, будет доказывать. Так написано. Так не написано в оригинале. Именно мы должны отображать в нашем тексте, в наших переводах, в точных переводах, в правильных переводах, то, что говорит оригинал. Вот тогда не будет препятствия к пониманию читающими то, что передает нам автор послания. Он действовал верой. Вообще, как Аврааму поступил, немногие могли бы так поступить, потому что вера у Авраама, поэтому и он назвался другом Божьим, назвался праведным, и именно вера вменилась ему в праведность. Он приносил ненародного Сына Своего, как и было сказано, в Исааке наречется тебе семя, потому что он полагал, что даже из мертвых Бог может воскресить его. И сказал Авраама утракам своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Когда он говорил в Бытие в 22 главе 5 стихе эти слова, он говорил это с верой, что они возвратятся. Это говорит о том, что он, да, Бог видел его сердце, он готов был его принести, но он был уверен в том, что он возвратится с живым сыном, что даже Бог его возвратит из мертвых, воскресит его из мертвых, если он даже его принесет в жертву. очень важное, чрезвычайно важное местописание в Матфея 12 глава 36 стих. Матфея 12 глава 36 стих. Чтобы не терять время, что написано там в синодальном переводе, я буду сразу читать, что написано в оригинале, только на русском языке. 36 стих, послание Евангелия от Матфея. Другими словами, но говорю вам, что за всякое праздное ремо, которое прозгласят люди, они дадут отчет за него в день суда. Оказывается, это непростое здесь слово. Это оказывается слово ремо, слово откровения. Но говорю вам, что за всякое праздное откровение, какое прозгласят люди, они дадут отчет за него в день суда. Тогда мы обращаемся к оригиналу, к со всем словарям, ко всем каркоденцам, со всем толковым источникам, которые мы можем подчеркнуть. А что ж такое слово праздное в переводе с греческого обозначает? Делаю сноску для того, чтобы люди, которые не имеют всех словарей, могли сразу прочитать и увидеть, что слово праздное, греческое «аргос» обозначает марный, бесплитный, безрезультатный, невыконанный, нейрализованный, непродуктивный, безуспешный, бездеяльный, ленывый. О чем он здесь говорит? А он говорит о том, что говорю вам, что за всякое неисполненное, нереализованное откровение, которое Бог дает вам, люди дадут отчет в день суда. Представляете, какая ответственность есть на тех, кто получает слово откровение и не исполняет его. Да, мороз по телу идет, потому что он сказал, что говорю вам, Иисус говорит, что за всякое неисполненное, нереализованное, несуществленное слово «рэма», слово откровение, которое получат, прозласят люди. Некоторые хвастаются. Мне Бог дал откровение построить там церковь и носится с этим откровением год, два, три, ну и что? Да я передумал. Я думаю, что это не было «рэма» от Господа. Говорил, провозглашал и не сделал. А у другого веры не хватило. Получил откровение поехать миссионером в Китай или в другую страну и не поехал. Почему? Финансов нет. Бог не обеспечил. А где твоя вера была? Ты молился? Да нет, не молился. Занят был. За всякое откровение, которое получают люди и не реализовывают, они дадут отчет в день суда. Потому что это говорит о чем? О том, что это сосуды. Слово, вышедшее из Бога. Он осуществит это слово, этот план, через другого, который услышит его и пойдет и сделает. Он тогда идет к другому сыну и говорит, сын, пойди поработай в винограднике, не хочу. Но потом подумал, покаялся и пошел. Бог нашел, чтобы все-таки исполнилось это слово? Конечно, найдет он. Или я пришел и плачется, говорит мне. Всех пророков побивали, я один остался. Он говорит, у меня семь тысяч есть. Потому есть послушные у Бога. Но те, которые получили, проразгласили и не сделали, не осуществили, не реализовали, вот те будут нести отчет в день суда. Это не просто какое-то гнилое слово. Гнилое слово переводится в греческом языке другим совершенно словом. Это не просто скверное или там нелитературное или непечатное слово, будем так говорить. Между прочим, слово «гнилое слово», дословный перевод, если говорить, то это слово, которое по сути своей несет смерть. Поэтому никакое гнилое слово никогда не выходит из уст ваших. То есть слово, которое не несет жизни, оно несет, наоборот, разрушение смерти. или проклятие, или что-либо подобное. Вот там гнилое слово. А праздное слово это аргас. Это не гнилое слово. Это слово, которое тщетное, напрасное, которое не реализованное, не осуществленное. Давайте дальше посмотрим примеры в отношении слова Рема. вот почему Петр сказал Иисусу, что у тебя откровение жизни, куда нам идти, в теорема жизни. Вот почему в Матвея 26, главе до 75 стихе напомнил, наговорится, «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде чем пропоет петух, трижды ты чешься от меня». Бог ему дал слово Рема, откровение, «Петух не пропоет, ты трижды ты чешься от меня». Помните, я им говорил, говорит, «Симон, Симон, вот сатана уговорил, чтобы просеивать как вас, как пшениц». Тут начал оправдываться, говорит, «Да я тебя не оставлю». И петух не пропоет. Он им дал, сказал слово Рема, откровение. Лука 2, 2 глава, 15 стих. «И когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем, действительно, пока в Ифлее мы посмотрим, что там произошло по слову этому, о чем возвестил нам Господь». То есть пастухи получили откровение. Это при рождении Иисуса Христа. Интересный момент, связанный с Иоанном Крестителем. этот момент связанный с вашим домашним заданием, которое вы исполняли, но будете исполнять в полноте. Лука 3 глава, 2-3 стих. Сейчас я гляну еще раз. Да, 3 глава Евангелия от Луки. «При прозвищеннике Ани и Каиафе было слово, слово Рэма, было откровение Божье к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И вошелся к крестности Иордана, проповедовал крещение, покаяние для прощения грехов». Да, мы знаем, что Иоанн был старше Иисуса где-то на полгода. Да? Что он был в пустыне, носил одежды, из верблюжьей шерсти и пояс кожаный. И ел там мед, и ел там локус, молился, пребывал в общении с Господом. Но потом он не сказал, хватит, надоело мне, пойду я сейчас на Иордан крестить людей. Он так не сказал, он так не сделал. Он там пребывал и один год, и два, и три. К нему там никто-то не пришел, не сказал, хватит, Иоанн. Сколько можно? Пошли, будем вместе крестить. Никто к нему не приходил, пророк не говорил. Но сказано, при первосвящении Киане и Каэфе было Рема Божье к Иоанну, сыну Захарьи в пустыне. Ага, только лишь после получения откровения, он получил в пустыне откровение слова Рема, он пошел на Иордан крестить людей. О чем это говорит? О том, что пришло определенное время, определенный час ему крестить людей в крещении, в покаянии. Слышите? И пришло время, когда Иисус в 30 лет тоже пришел к нему креститься, чтобы что? Исполнить всю праведность Божью. Да. Да. После 30 лет Иисус вошел в полное служение. И эти события оба события. То, что он получил откровение, когда начинать крестить людей крещением, покаяния. И то, что Иисус к нему пришел, он уже крестил. И то, что было это на проживании примерно 4 лет, когда-то примерно ему было 26 лет, он начал крестить, приготовливая путь к Господу. все это знал. Произошли все эти очень важные события. Сейчас мы к ним вернемся. Вот интересно еще место Писания. Лука 5, глава 4-6 стих. Когда же он перестал говорить, сказал Симону, отплавите на глубину и закиньте сети ваши для лова. И Симон сказал ему в ответ, «Наставник, всю ночь мы трудились и ничего не поймали, но по откровению твоему, то есть по слову твоему, это слово Рема, закину сеть. И сделав это, они поймали огромное множество рыбы, что даже сеть не их прорывалась». О чем это и речь идет? О том, что когда мы имеем это откровение, мы будем иметь колоссальнейший лов. Мы не просто будем ловить впустую, а когда мы делаем то, что Господь нам говорит сделать, то мы всегда будем благоуспешны. Он говорит, «Наставник, мы всю ночь трудились, ничего не поймали». Ну, хорошо, по Рема твоему, если ты имеешь это Рема, откровение, я закину сеть. И закину сеть, они поймали огромное в лечество рыбы. Представляете, какое колоссальнейшее значение имеет слово Рема, откровение, когда мы получаем от Господа. И какая ответственность нас лежит, если мы его не исполним. Вот слова интересные. Он говорит, Иисус, ибо он будет предан язычниками, будет осмеян, и оскорблен, и оплеван, и отбечевав убьют его, а на третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. И это слово, слово Рема, было сокрыто от них, и не разумели, о чем он говорил. О чем говорилось. Это Лука, 18-я же глава. Когда он отозвал 12, он сказал им, вот мы восходим в Юрисалим, и свершится все, что написано через пророков о сцене человечеством. Да, люди могут получить откровение, но даже не уразуметь. Петр получил откровение, что и петух не пропоет, а он его предаст. Но не понял, о чем говорил Иисус. Интересный стих вот в Евангелии от Луки тоже, 24-я глава. А были то Мария Магдалина и Иоанна и Мария Иакова и прочие с ними. Они рассказали это апостолам. И показалось им слова эти вздором, и они поверили им. А там написано, и показались им слова, слова Рема, эти откровения, эти вздором. Это стих 10-й стих 24-й главы Евангелия от Луки. Да. Но Петр встал, побежал к огробнице и заглянул, увидел. Одни пелены лежат. И он раззатился к себе, девясь происшедшему. А вот в Иоанна 3-й глава 3-й 4-й стих написано. Ибо тот, кого Бог послал, слышите, Иисус говорит, ибо тот, кого Бог послал, говорит слова, то есть слова откровения, слова Божьи, ибо не меру дает Бог Духа. 5-й глава 47-й стих. Но если вы не верите Его Писаниям, но если не верите Его графа, это слово графа, Писанием, но если вы не верите Его графа, как поверите моим Рема? это 5-я глава 47-й стих Евангелия от Иоанна. Если не верите Его Писаниям, то как поверите моим откровениям? А вот в Иоанна 6-я глава 63-й стих. Дух животворит, от плоти пользы никакой. Слова Рема, слова откровения, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. 6-63 Иоанна. Прекраснейшие слова в Иоанна 8-я глава 47-й стих. Кто от Бога, тот слышит Рема Божьи. Слышите? Кто от Бога, тот слышит слова Божьи. То есть здесь слово Рема. Кто от Бога, тот слышит откровения Божьи. Вы того не слышите, что не от Бога. Теперь понимаете, почему апостол Павел написал в послании к римлянам 10-17 «Вера от слышания, слышание от слова Рема». Или вот 10-я глава 21-й стих Евангелия Теана 10-21 написано в Евангелии Теана. Другие говорили «Это речь», то есть эти откровения, это Рема, «Это речь небесноватого». Может ли небесноватый отверзать очи слепым? И последнее может быть. Иоанна 12-я глава 46-й стих. «Я в мир пришел как свет, чтобы всякий верующий в меня не пребывал во тьме». 47-й стих. «И если кто мои откровения услышит и не уверует, если кто мои слова услышит и не уверует, если кто мои рема услышит и не уверует, то есть люди слышат откровения Божьи и не принимают его». Он говорит дальше. «И не уверует, я не сужу того, ибо я не пришел, чтобы судить мир, но чтобы мир спасти, отвергающий меня и не принимающих рема мои, слов моих». Слышите? Здесь слово рема. «Слов моих» имеет себе судью. «Логос, который я говорил, оно будет судить его в последний день». Он говорил им и откровение, и мудрость говорил им. Он говорил им «Верьте в Бога, верьте, что я пришел от Бога». 14 глава Евангелия Теанна. Говорит ему Иисус «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видела отца. Как же ты говоришь «Покажи мне нам отца?» Ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Рема, которое я вам говорю, не от себя говорю. Отец пребывающий в мне, он творит дела. Слова, которые я говорю вам, это откровение, которое он говорил им. Он не просто им говорил и проповедовал. Он говорил им откровение. Верьте мне, и что я в отце, а если не так, то по самим делам верьте мне. 17 глава Евангелия от Иоанна, молитва в Гессиманском саду, 8 стих. Ибо слова, это не просто слова, это рема, которое ты дал мне, откровение, которое ты дал мне, я передал им. То есть, будучи на земле, он получил откровение. Он не просто пришел со свитками с небес, понимаете, он родился от Девы Моридвы, он слышал от матери все, он слышал с небес, когда отец говорил, это сын мой возлюбленный. Он получал подтверждение и утверждение в том, что он Сын Божий от самого Бога Отца, когда он слышал эти слова с небес. И он шел и исполнял эти откровения в Деяниях. Вторая глава, 14 стих. Но Петр, стоя с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил им, мужи израильские и все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно это, и внимайте моим словам, не простым словам, а словам откровения. Это Рема. Самая великая проповедь апостола Павла была именно благодаря откровению, которое он получил. Внимайте моим откровениям, что я вам сейчас скажу. В этом-то и величие, когда человек получает Рема от Господа и проповедует это Рема в служении. Сказать вам интересно, Рема, когда я слушал одного служителя недавно в нашем институте, он проповедовал, мне задал такой интересный вопрос. Всем вопрос задал такой. Вот мы все знаем, что народ израильский вышел из Египта после того, как Бог совершил много казней над народом в Египте, над фараоном, и он дал им повеление совершить Пасху. Они совершили эту Пасху, да? И через что они выходили из Египта? Через что? Ответ простой. Они выходили через крест. Правильно, выходили через крест из Египта. Да? Все косяки дверей помязали, да? Был последний день, кровью помазали агнцев. Эти косяки двери, и они из Египта выходили через крест. Так? Вопрос возникает второй. А через что они входили в землю обетованную? Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо задуматься. Ага, там вышли, а туда входили. А что это перед временем они делали? Этот перед временем они делали то, что и мы с вами делаем. Не просто мы бродим, мы познаем Господа. Он являлся им в чудесах и знамениях, в этих перепелах, в этой воде и скалы, во всем. И многие из неверовших, что остались там. Только Иисус Навин и Халев, имена которых спасение и Халева горящий, вошли в землю обетованную. надо иметь в себе это спасение, которое приходит от нам через откровение. Быть горящим, нетеплым, чтобы войти в землю обетованную. Но это все длительный процесс познания того, чтобы войти куда? В землю обетованную. И теперь скажите мне, благодаря этому процессу, через что мы входим в землю обетованную? Через крест? Нет, не через крест. Через что они входили в землю обетованную? Нет, через откровение. Правильно. Но через какое откровение? Через Рема. Ну, какое Рема? Знаете, через какое Рема? Которую они несли на своих плечах. Через присутствие Божье. Ковчег они несли на своих плечах. Там вышли они через крест, а здесь они входят через присутствие Божье. Вы не войдете в землю обетованную, в свою землю обетованную. Я не говорю, что это физическая земля обетованная. В вашем призвании, в вашем предназначении тех, кем он вас призвал от начала, пастырем или апостолом, или пророком, неважно. Важно в том, что на вашу жизнь есть определенное предназначение. Вы будете иметь это откровение, вы будете иметь это рема, вашего призвания. И от вас будет зависеть, насколько вы будете ответственны перед Богом, чтобы осуществить это рема, которое вы будете иметь. Потому что за это праздное Слово, которое не исполнит Его, люди потом дадут отчёт перед Ним в День Суда. Поэтому мы входим через крест, но входим в наше обетование, в землю обетованную, в наше предназначение через Его присутствие. Когда мы имеем личное отношение с Ним, когда мы Его слышим во всякое время, на всяком месте и слышим через Рема. Я верю, что сегодняшняя тема была очень полезна для вас. И я верю, что все из вас, слышавшие сегодняшнюю сессию, вы усвоили её на пятёрку. Знаете почему? Я не пытался, не хотел вас стращать или пугать очень большой нашей ответственностью. Но кому много дано, с того многое спросится. Так говорит Писание. И мы будем ходить в радости, в любви, потому что Он заповедал нам, что Царство. А Царство Его, слава Богу, праведность, мир и радость в Духе Святом. Слышите? Поэтому я вас благословляю до завтра. Завтра встречаемся. Домашнее задание. Уже без записи.